Инструкция по овладению иностранными языками без особого знания какого-либо. Решение самой проблемы сводится к овладению иностранцами прежде всего. У любого достопримечательного места, вернисаж, барахолка, памятник пламенному революционеру и так далее. Поймайте парочку прыгающих с фотоаппаратами, они, как правило, что-то жуют, громко демонстрируют знания языка, а также нескромно смеются или даже громко хохочут. Еще неизвестно над чем, может и над какими святыми, так за это по рогам полагается. Так что вполне справедливо зарканить парочку. Очень хорошо, если один из пойманных спикает, а другой же прехал. Чаще всего люди, они шибко цивилизованные, а потому особого сопротивления при поимке оказывать не умеют. Малость покричат, мы будем вынуждены обратиться в народный суд и умолкнуть. Итак, языки взяты. Теперь обучите их языку, на котором вы лаетесь с соседями по коммуналке, на коем получаете поздравительные открытия 1 мая и 7 ноября, на коем обмениваетесь новостями с дядей Пашей на пункте приема стеклотары. Вежливые и шибко цивилизованные иностранцы не останутся в долгу и в благодарность уже науку, а они останутся для ваших языковых нужд при вас, эдакими адъектантами для особых поручений. Вопрос питания и снабжения всем необходимым заорканиных иностранцев, пусть вас не смущает, да то есть их соответствующие консульства, уж они это своих в неудобных положениях не оставляют, тем более, что у нас пока со всеми этими причиндалами существование дела обстоят, прямо скажем, плоховато. Удачных вам вылазок за языками, дамы и господа! Продолжение следует...